Зацвели под солнышки, и пчелка летает, но только край поля, через 3-4 дня будет все желтенькое. Здесь я был неделю назад, наверное, оно еще не цвело. Все, подсолнув пошел, а вот она и бабочка вредитель, похоже, совка. Ну а здесь светение начнется через неделю. В общем до 1 августа пчелам работы хватит, главное, что в ульях осталось что-то после подсолну. Отсутствие пчелы на воде, еще раз доказывать, что пошел взяток, даже без весов. Но на соленой воде пчелок чуть больше. Принес пчелоудалители 16 штук на одну сторону прицепа. Сейчас поставлю, пусть пчелка уходит с верхних корпусов. Стоит пчелоудалитель. Сейчас сниму с пчелоудалителя оставшийся мед, а в общем-то он может и стоять дальше, подсолнув в них не попадет, поэтому чистый мед с разнотравья и кориандра я отобрал. Вторая качка в принципе подходит. Идеальная качка. Напада нет, пчелы не реагируют на запах кориандра, разнотравья. И так вот стекает медок. Померил влажность 18 процентов, нормально. А вот так работают пчелоудалители. Вчера в обед были поставлены, сегодня почти. Когда семьи стандартные одной силы, с ними приятно работать. Открыл мед, забрал, закрыл. Открыл, посмотрел матку, сделал отводок, закрыл. Ну и так далее и тому подобное. Сестры-близнецы. Расплод на семи рамках от бруса до бруса, но начали заливать подсолнухом, видите. Мед с третьего корпуса после пчелоудалителя забрал. Сейчас поставлю второй корпус в разрез, пустой. А этот уже залитый наполовину. Решетку уберу, пусть матка болтается где хочет. К концу взятка ее загонят в нижний корпус. Там тогда и будем с ней разбираться, лечить семью и все остальное. Очередной пчелоудалитель. Но когда жарко, некоторая часть пчелы единицы, они не уходят почему-то. А когда прохладно в течение суток, вообще здесь ни одной. Ну естественно, чтобы не было расплода. А не было расплода, надо разделительную решетку. Без нее никак. Вот вы видели, 50 килограмм меда семья практически перенесла из-под решетки. Ну там был второй литок открыт. Ну и здесь также второй литок открывается. Но в основном они носят через нижний литок, через нижний корпус, можно сказать. Круглый и щелевой. И бояться, что решетка им мешает, абсолютно бессмысленно. Увидев эти ролики. Зато сколько сэкономлено время и физического труда на труску этих пчел и откачивания меда. Сейчас этот корпус поднимем на третий, потому что здесь уже принесли метку. Он был откачан и поставим в разрез 3-4 вощины, 3-4 суши, в зависимости от силы семьи. Становится даже неинтересно и скучно. Стандартный вариант. Семь рамок расплода, сидящий под решеткой. Все нормально. Результат работы пчелишек в этом году. И немножко моего участия. С левой стороны чистейшая акация с вощинных рамок, поставленных перед взятком на акации. Посередине акация процентов 98 и примеси, которые были принесены с садов, черноклёна, глядичьи, ну и все, что было принесено пчелами в это время. С правой стороны чистейший кориандр. Вот такие виды на урожай 2021 года.